Я об этом четко и ясно сказал. Нельзя Конституцию воспринимать как... Это живой организм, она может меняться, но только в соответствии с действующей Конституцией и законами. Я в своем обращении сказал о том, что изменение Конституции должно быть после принятия Конституционного закона о референдуме. И потом согласно требованию Конституции. Если этого не будет, то потом любой будет оспаривать правомерность принятия или проведения референдума. Это первое. Что касается по содержанию, я предложил, так как высказываются очень полярные точки зрения и полярные предложения, то лучше создать Конституционное совещание, то есть создать какую-то площадку. Это не значит, что это Конституционное совещание будет работать годно. Может работать определенный срок. И экспертный совет из хороших юристов, которые хорошо понимают Конституцию, чтобы мы опять не наделали определенных ошибок. Что касается Временного правительства, я думаю, что Временное правительство, мы в свое время собрались очень разные люди. С разным взглядом, с разным пониманием, с разной историей даже, биографией. И мы в то время объединились только для одной цели, чтобы не допустить превратить Кыргызстан в полное семейное правление. В полное семейное правление. Почему? Потому что в 2010 году на Курлтая согласие, которое по инициативе президента тогдашнего Бакиева проводили, это 23-24 марта, они одобрили проект Конституции, где говорил, что место демократии будет теперь согласительная демократия. То есть создавался совещательный орган при президенте, который они решали все вопросы, вплоть до того, кто будет исполнять обязанности президента. Мы только в этом случае объединились. И мы достигли определенных целей, изменили Конституцию, установили парламентскую форму правления и сделали систему сдержек противовесов между ветвями власти. Что мы сегодня должны соблюсти. Теперь, что касается сегодняшнего разногласия. Что у нас есть разногласия, и на почве этого идет такое раздирание, споры. И уже начинают выплескаться эмоции, идут обвинения. Если вы посмотрите, они всегда разные были, люди. Разные были. И в 2010 году, когда временное правительство было, у нас было очень много споров. Иногда доходило чуть ли не до драки. Я не скрою. Но мы тогда договаривались, что какие бы споры ни были, пока мы не примем решение, никто не покидает зал. Как бы нам тяжело ни было, мы принимали решение. Но времена меняются. Сегодня очень многие стали уже, исходя из своих побуждений, может быть, понимания, на другую сторону. Но это не значит, что сегодня надо объявлять какое-то чрезвычайное положение и выводить людей на улицу. Есть площадка, есть парламент. Можно их создать другие площадки. У нас очень сильное гражданское общество. Чтобы самое главное, люди не на улице спорили, а специалисты спорили за столом. И смогли прийти к какому-то консенсусу. Без консенсуса не может быть решение. Второй вопрос. После того, как вы ушли в отставку с поста премьер-министра, вы как-то выпали из поля зрения СМИ. Ну, естественно, это породило какие-то разные мнения, там, среди общественности и в прессе, да. И многих интересует такой вопрос. Вы намерены идти на президентские выборы в следующем году? Во-первых, я почему выдержал паузу? Это было мое решение, да. Когда я работал премьер-министром, я прежде всего требовал ответственности, дисциплину. И соблюдение норм закона. И я не буду лукавить, я скажу, что я просто дал возможность новому правительству, чтобы они могли бы работать спокойно. И у меня еще двигало то, что мы должны прервать новую культуру. Вот вчера я был премьером, одно требовал, ушел с поста, и я уже начал критиковать и требую другое. То есть это не совсем хорошая практика была, которая у нас была до этого. Во-вторых, что касается 2017 года, для нас это очень важный год, очень судьбоносный год. В любом случае выборы должны пройти в сроки. Я в этом абсолютно уверен и даже требую этого от политических сил, чтобы мы могли спокойно с рук в руки передать власть главы государства. Что касается моих личных планов, да, я говорил об этом, что я остаюсь активным человеком в политике. Мы сейчас возобновляем или активизируем работу партии Ахшумкар. И также я уже выезжаю в регионы, встречаюсь с населением, создаем команду. Будем готовиться к следующему году. И последний, третий вопрос. Мы сначала начали разговор о Конституции. Согласно проекту изменений, там усиливается позиция премьер-министра. Вы, будучи премьер-министром, чувствовали, что ваши полномочия сильно ограничены? Или все-таки у нас достаточно широкий полномочий в главе кабинета? Нет, у премьер-министра достаточно полномочий. Я никогда не жаловался, что у меня мало полномочий. И все органы, они подчиняются. Есть некоторые вопросы, которых надо отрегулировать. Это вот иногда излишнее вмешательство парламента в правительство. Но это можно сделать регламентом, джогуркинеш регламентом, то есть в законе о правительстве. Ну, раз так уж вопрос стоит, что надо прописать в Конституцию, конечно, не лишние будут, если будут там прописаны определенные полномочия. Это в части назначения Акимов и в части полномочий глав местных сообществ, глав Айлюк Мэты. Вот в этом вопросе, я думаю, какое-то уточнение нужно. В других вопросах я особо такой проблемы не вижу. Ну, так как Конституция — это живой организм, совершенствование не бывает предела, можно бесконечно совершенствовать, но с другой стороны, мы должны научиться просто работать с действующей Конституцией и подчинить себя к этим правилам, а не наоборот, начинать подчинять Конституцию к себе. Это к хорошему не приводит. Продолжение следует...